Как позиция Соблева по войне определяет нарцицизм? Кстати, напоминаю. Напоминаю. Напоминаю, что вот этот чел, это просто антрополог, блядь. Блядь. Блядь, чё? То есть, стоп, серьёзно, это вот уже настолько скатился, то есть уже не когнитивные ошибки, а уже типа психология пошла, да? Кринж. Привет, дорогие друзья. Последнее время вы очень много просили меня разобрать высказывания Николая Соболева. И Николай действительно очень много высказывается, особенно по актуальным событиям, про так называемую специальную военную операцию. И вот я нашёл свежее интервью на канале Татарка.фм и приступил к его разбору, как у нас и заведено, на предмет когнитивных искажений, логических ошибок и, конечно, манипуляций информацией. Но неожиданно я обнаружил кое-что ещё. Я думаю... Да-да-да, психоложество политизированное при этом, но он вроде бы про когнитивные ошибки вещал. Ну да. Потому что не открою никому Америку, если скажу, что Николай Соболев нарцисс. Это... Хуй знает. Хорошо известно более... Кому? Менее каждому, кто знает кто такой Николай Соболев. Но вообще-то нарцисс и нарцисс, какая разница? Мы ведь... Действительно. ...говорим не про него самого, а про его позицию по текущим событиям. Про конфликт между Россией и Украиной, про события внутри России. Разве имеет значение, кто говорит об этом? Человек с нарциссическим отклонением или человек, напротив, склонный к самобичеванию? Какое это имеет значение? А вот имеет. Потому что позиция Николая Соболева проистекает из его нарциссизма. И прямо сейчас я постараюсь вам это доказать, основываясь на четырех высказываниях Николая Соболева из самого начала этого интервью. Это даже не разбор интервью. Ну, блин, я не знаю, является ли нарциссом Соболев, поскольку это... Ну как, диагноз, не диагноз? Ну, это что-то такое серьезное, да? Уже как-то мокшее очищение. Ой, блядь. Ну, это на Гудгейме тоже. Тут новостные какие-то вещи. Не знаю, как я это обычно делаю, а, скажем так, преамбула к дальнейшему разбору. И если этот самый дальнейший разбор вам тоже интересен, пожалуйста, сообщите об этом через комментарий, ну или хотя бы через оставленный лайк. Но мы приступаем к прослушиванию первого высказывания Николая Соболева. Как ты думаешь? Почему? Блядь, как он лыбится. Именно с тобой? Я злобаный нарцисс, видимо. Ну, видимо, видимо, нарцисс. Я не знаю. А как определить нарцисса? Если человек добродушно смотрит на вас и улыбается, это нарцисс значит или нет? Я просто вот не знаю. Хотела откровенно поговорить. Взгляд нарцисса, судя по всему. Я иронизирую, конечно. Говорить. Хороший вопрос, Лиля, который, наверное, следует мне адресовать сразу же в твою сторону. Я не знаю, как отвечают другие гости твоей передачи. Так возможно, даже Панасиков не нарцисс, на самом деле. Хуй его знает. Может, у него просто образ такой. Вполне возможно. Ну да ладно. Предполагать что-либо. Вообще в наше время достаточно мало. В том числе молодых людей, которые способны адекватно, взвешенно обсудить ту самую животрепещущую политическую тему, которая буквально засасывает нас на протяжении всего последнего. Самое забавное, что он лыбится, когда это говорит. Ну, знаете, друзья, люди каждый день умирают. Каждый день умирают миллионы детей. Миллионы детей, они умирают от рака, спида, спидорака. Их расчиняют, насилуют и едят африканские дикари имеются в виду. Не все африканцы дикари, конечно. Но вот их убивают и убивают детей без остановки. Да, как-то так это выглядит, я осуждаю. Для него года очень мало кто высказывается конструктивно, конкретно. Но это никак плохо не говорит о Соболеве. Мне кажется, он просто позитивно заряжен, он так вот эмоционально зарядился позитивно на диалог. Он такой веселый, он сразу улыбался в начале, и поэтому улыбка сохранилась вот с того временем. И без вот этого шапка закидательства, которое очень часто сопровождается. Мне кажется, он как будто бы иронизирует, он реально улыбается постоянно. Такой берет на серьезную тему, начинает рассуждать и с такой улыбкой. Это бурными эмоциональными криками касательно всего, что происходит. Я стараюсь все-таки отгородить себя от этого тезиса. Правильно. От этой радикальной позиции, что касается той стороны или другой. База. Поятно, это тебя как-то заинтересовало. Отвечая на вопрос. В чем проблема? По содержанию в чем проблема? Нет, то есть у Соболева есть много цитат, до которых можно реально доебаться. По факту. По факту. Там, когда он там про философию начнет вещать, там можно вообще много поугарать, конечно. А, блядь, Егор, отведите. Но при этом всем, но при этом всем, как бы вот сейчас вот этот вот набор высказываний, который был произведен, Единственное, что может немножко как-то кого-то смутить, это сам факт того, что он улыбается в процессе проговаривания довольно вроде бы таких серьезных вещей. Но это тоже можно объяснить. Чем же, по его собственному мнению, Николай интересен в качестве собеседника на интервью? Он предполагает, что дело в нерадикальности его позиции. И он дополнительно подчеркивает... И в чем проблема? ...что не является сторонником ни одного, ни другого лагеря. И в чем проблема? ...в контексте российско-украинского конфликта. И вот эту самую нерадикальность Николай представляет в качестве некоторого достоинства. И в чем проблема? Давайте же разберемся, достоинство это все-таки или не совсем. Что такое вообще радик... Так стоп, ты же вроде, блядь, когнитивный надзор здесь устраиваешь, и не разбираешься у кого там... ...что оно там, да? То есть не разбираешь вот эти вот позиции все. Мне просто казалось, что мы тут про когнитивный надзор хотим, да, послушать, что-нибудь такое интересное, узнать. А вместо этого? А вместо этого, соответственно, мы опять получаем какую-то хуйню. ...этикальная позиция. Ну, попросту крайняя, предельная или близкая к пределу. И давайте для наглядности представим себе такой пример. Мы с вами узнаем, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и насмерть сбил ребенка. Значит ли это, что мы должны сразу однозначно сказать, что мужчина во всем виноват и никаких вообще корректирующих... Ой, блядь, вот пошли аналогии сейчас. Пошли сейчас аналогии, сука. Кринж. Он сейчас хочет привести аналогию к тому, что пьяный мужчина взял и сбил ребенка, да, на машине. С некоторыми другими событиями. Он хочет провести аналогию. Охуенно, гений. Ситуацию тонкостей быть не может. Нет, это неправильно. Ну, например, мы можем выяснить, что мужчина ведет порядочный, честный образ жизни, никогда алкоголем не злоупотреблял, а тут у него случилось какое-то горе, и он напился и сел за руль. Это не оправдывает его, но в какой-то мере это является смягчающим обстоятельством. А ребенок, допустим, находился где-нибудь на проезжей части ночью без присмотра родителей по какой-то причине, и это тоже не снимает ответственности с водителя. Но, тем не менее, является смягчающим обстоятельством. Но ведь ничего подобного может и не выяснится. Может оказаться, что мужчина законченный алкаш, уже не первый раз садился за руль пьян. Ну, чувака, возможно, зависимость, да, что делать. Как бы сказал великий мыслитель и великий биолог Сапольский. Ну, сбил и сбил, короче. Ну, как бы, вот такие гены у него, гены у него. Это было предопределено, что он будет бухать генетически. И проблема-то тогда получается не в том, что он кого-то сбил, а в том, что наше общество это не усмотрело, не приглядело. Выдали права потенциальному алкоголику, ублюдке. Тогда он не виновен, может быть, даже получается, согласно некоторым позициям. Я не знаю, считает ли автор когнитивного надзора, обзора, позора, да, Сапольский каким-то авторитетом? Ну, например, да, считает ли он или нет? Ну, если считает Сапольский авторитетом, ну, хотя бы достойным человеком, может быть, тогда его позицию можно принять как некоторую относительно уместную. Может, у него вообще отобрали права, и он еще и без прав сел за руль, и поехал, зарулил вообще на детскую площадку средь бела дня, и сдавил ни в чем неповинного ребенка. Что мы в связи с этим можем сказать? Что мужчина виноват целиком и полностью, а ребенок или семья ребенка абсолютно ни в чем не виновата. Что это за позиция? Это, друзья мои, позиция радикальная, потому что из двух сторон этого конфликта мы целиком и полностью снимаем ответственность с одной и возлагаем на другую. Это радикально. Но вместе с тем это справедливо... Схуэля. ...и корректно. Очень важно понимать, что радикальная позиция совсем не обязательно ошибочная позиция. Нет, с этим можно согласиться, что радикальная позиция не обязательно. Ошибочная позиция, это правда. Это, скорее всего, так и есть. Но почему в данном случае, в данном случае, он не может гордиться своей нерадикальной позицией? Или это, опять же, какая-то аналогия будет, которую нихуя не доказывают? Это распространенное заблуждение. Людям начинает казаться, что в любой ситуации нужно искать какую-то золотую середину, что правда всегда где-то между. Вовсе нет. Справедливый, корректный и интеллектуально честный вывод вполне может быть очень близок к одному из плюсов. Он может быть радикальным, но вместе с тем честным, корректным и справедливым. А из слов Николая Соболева у меня складывается впечатление, что... У меня складывается впечатление. Я-то думаю, откуда он всю эту хуйню начал выводить. Поняли. Когнитивный надзор, короче. У меня сложилось впечатление, что Николай Соболев считает, что во всех случаях придерживаться радикальной позиции нельзя и всегда надо, соответственно, придерживаться позиции нерадикальной. Хотя Николай Соболев об этом не говорил, но, блядь, я решил сделать этот вывод самостоятельно, потому что когнитивный надзор мы же тут надзираем за вашими когнитивными ошибками, понимаете? Понимаете, блядь, понимаете? Когнитивный надзор, позор мы здесь устраиваем. То для него цена именно вот эта позиция посередине. Между двух лагерей и неважно, что... Ну, когнитивный надзор, как всегда, хорош. Он всегда держит планку шизы. Респект ему. Привет, Семен. Серьезно, чел держит планку шизы. Он молодец. Он очень крутой. Надо же постараться так, чтобы выдержать эту планку шизы. Это вообще, знаете, тяжеловес я даже считаю. Тяжеловес. Пауэрлифтер. Пауэрлифтер минимум. А почему так? Я думаю, что из-за нарциссизма еще... Ну, конечно, ну, конечно. А, кстати, в когнитивных искажениях нет такого искажения, когда одни люди, например, берут и придумывают психологические отклонения, заболевания или какие-то свойства у других людей, с помощью которых они берут и потом обесценивают высказывания этих людей. То есть он делает данный тезис, потому что он нарцисс. Это же от хомени, мне кажется. Это одна из неформальных логических ошибок, вообще-то. Ну, ладненько, хорошо. Более-менее терпимо для нарцисса причислять себя к какому-то меньшинству. Да, к группе, ну, к группе маленькой и элитарной. Да, пусть большинство, конформное такое, не задумывающееся о чем-то, не понимающие каких-то тонких материй, думает так. Но мы, элитарное меньшинство, понимаем, что к чему я, допустим, Николай Соболев, к этому меньшинству отношусь. Но когда общество раздроблено примерно пополам, и когда и та, и другая общность по-настоящему большие, причислять себя к одной или к другой группе в таком случае нарциссу будет очень противоестественно, очень неприятно, некомфортно. И он может даже до конца не отдавать себе в этом отчета. Но его личностные особенности будут подталкивать его к тому, чтобы создать какую-то... Ой, блядь, короче, все вообще в пиздоболию скатилось. Все скатилось в пиздоболию. Ну, блин, до этого было просто лучше, он до этого хотя бы пытался. Ну, серьезно, он пытался хотя бы раньше. Он реально думал о том, чтобы, ну, как бы, какие-то ошибки когнитивные отыскать, понимаете? Какие-то вот искажения найти. Ну, блядь, ну, серьезно, он раньше хотя бы пробовал, ну, хотя бы претендовал на то, что находят эти ошибки. Сейчас даже уже настолько пиздец. Это комментарии малолетней девочки, типа, в духе. А еще Образцово выходил видосовой критикой. Да, кстати, я смотрел, Никита в этом плане молодец. И, как бы, хорошо прохавал, что когнитивный позор это полная хуйня. Да, ну, как бы, респект, да, что не тупанул Никита. И, как бы, вроде бы свой, ну, когнитивный надзор же, походу, это свой пацан. Это свой пацан для Никиты, да, тоже сайентист. Тоже за эти когнитивные хуйни. Но, серьезно, вот очевидно, что вот на этом канале, когнитивный надзор, все очень плохо. Все очень плохо с контентом, да, который вроде бы преподносится как основной. То есть, да, вот чисто вот разбор на уровне когнитивных искажений, автор с ним не справляется. Мы, конечно, можем вообще усомниться в том, что эти когнитивные искажения надо как-то фиксить. Мы можем как-то вообще с этим, да, ну, просто забить на это болт. То есть, ну, потому что, может быть, все формальные и прочие системы, они, ну, с точки зрения достижения истины, ничем не отличаются от наличия когнитивных искажений, да. Если наличие когнитивных искажений и его отсутствие, их отсутствие, да, абсолютно равносильно с точки зрения познания, допустим, да, то тогда избавляться от когнитивных искажений нет никакого смысла, потому что мы не достигаем итогового результата. Ну, просто проблема даже не в этом. Мы не можем предъявить данный комментарий данному автору, потому что он заявляет себя как опровергатель каких-то когнитивных искажений, но одновременно с этим он сам совершает ошибки просто вот базовые. Он совершает базовые логические ошибки, обсуждая вроде бы очень простые вещи, очень простые вещи и очень простых людей при этом. Очень простых людей. Это парадоксально. Это реально категорически странно. Да свою особую точку зрения, особый взгляд где-то посередине. Не за этих и не за тех. И это совершенно не значит, что вот такая срединная позиция не может оказаться как раз наиболее корректной. Проблема тут, как мне кажется, в другом. Позиция является в данном случае отправной точкой. Не следствием размышления, не следствием какого-то уникального нового анализа, а напротив отправной точкой, под которую уже подбивается необходимая аргументация. Охуенно. Мне кажется, мне кажется, мне кажется. Заебись. Это очень круто. То есть человек сначала с нуля выдумывает такую позицию, которая бы отвечала его личностным особенностям, его нарциссическим устремлениям, а уже потом находит те аргументы, которые под эту точку зрения подходят. Ну а поскольку мы с вами уже давно и хорошо знаем такое когнитивное искажение, как и предвзятость подтверждения, нам известно, что любая точка зрения может иметь под собой какие-то аргументы. И проблема тут будет не в отсутствии аргументов, как многие думают, а в том, что эти аргументы не полны. Они не отражают реалистичных пропорций действий. Бля, ну слушай, вообще самая ебанутая тема это докапываться до каких-то аргументов на интервью. Ну. Пришел чувак на интервью, тебя спрашивают. Как относишься к этой хуйне? А я вот так вот отношусь. Ну окей, хорошо, бывает. Только проблема заключается в том, что человек не готовил свои тезисы, не готовил свои аргументы перед выступлением, скорее всего. Он пришел туда не аргументировать, может быть он пришел туда эпатаж какой-то делать, может быть еще что-то. Произвести впечатление пришел. Риторикой похвастаться в конце концов, может он туда пришел. Я, честно говоря, тут вообще не понимаю. Вот этот формат, знаете, мне кого напоминает? То есть, нет напоминает Татьяну Гартман. Вот, Татьяна Гартман тоже доебывалась до высказываний, ударений, до использования слов вот у людей, которые иногда просто импровизационно как-то выступали. Очевидно, что человек в импровизации просто вот в свободной речи может допускать... Нет, Татьяна Гартман, которая поправляла всех. Она тоже брала всякие выступления разные, разных людей. И поправляла там ударения, стилистику, еще какие-то вещи, постоянно доебывалась. Сравнил с тупой училкой. Ну, это так и есть. Только проблема заключается в том, что Татьяна Гартман так или иначе знает русский язык. Может быть, на уровне обычного школьного учителя, и, конечно, она не лингвист какой-то хороший, но она знает русский язык, она может им пользоваться нормально хотя бы. А этот чел не знает, собственно, у него не получается самому использовать, в общем-то, свой когнитивный потенциал, так скажем. Он сам не может удержаться от когнитивных ошибок. Хотя, как я помню, у Татьяны Гартман, ну, вот, Микитка, сын Алексеев, тоже отыскал у Татьяны Гартман несколько проебов употребления слов, несколько проебов с ударениями. Ну, это и понятно, мы люди, мы не можем все сразу запомнить и все сразу себя в голове удерживать и так далее, и так далее, и так далее. То есть, Татьяна Гартман для себя специально выбрала такой контент, на котором можно было форситься, ну, довольно много. И понятное дело, что все люди совершают какие-то ошибки, недочеты, особенно, когда они не думают, что их будут проверять на знание русского языка в данном случае, да, вот в данную секунду. Тут то же самое и здесь. Человек, о котором вы смотрите в интервью, он, может быть, даже и не знал, что его кто-то будет разбирать на канале Когнитивный надзор. Он не думал, что его будут оценивать, вот, в данном случае, с точки зрения аргументации. Пришел себе чувак, что ты тут думаешь? Что ты думаешь по, не знаю, гамбургерам? Ну, гамбургеры вкусные, я считаю, а вот гамбургеры в Бургер Кинге невкусные. И тут этот долбоёб выходит такой, ты чё, а где аргументы, блядь, где факты, нахуй, ты чё, ты решил, ты решил воздействовать на наше мнение и прорекламировать вот эту бургерную вместо вот этой бургерной? Да пошел ты нахуй, на меня нельзя так воздействовать. А, вот, как-то так. В действительности, а именно такой критерий мы устанавливаем для... Ну, закажи, Ляс, Ляс. ...хорошей, корректной аргументации. И Николай Соболев, как мне кажется, как раз-таки оказался в плену у этой ошибки, у этого искажения. Нарциссизм застилает ему глаза и не позволяет присоединиться ни к одному, ни к другому лагерю, не потому, что он не согласен с их аргументацией, а просто потому, что это лагерь. Это слишком большая группа людей, с которой Николай не готов сливаться. И поэтому Николай формирует ни на кого не похожую точку зрения, пытается отстраниться и от одного лагеря, и от другого, и в этом, как мне кажется, из его слов... Как мне кажется, блядь, из его слов. Ты 7 минут высрал на базе того, что тебе что-то там кажется из его слов. Он видит самоценность, хотя самоценности в этом никакой нет. И перед тем, как перейти к следующему высказыванию Николая Соболева, я предлагаю вам подписаться на мои бонусные ролики. Это можно сделать через сервис Boosty, либо через сервис Patreon. Подписка эта платная, но оформить ее можно от небольшой суммы и сразу же получить доступ ко всем бонусам. Вот мы перешли к главному, я вижу. Не, ну серьезно, он построил первые 8 минут видео на рекламе и, блядь, на том, что ему кажется, что Соболев нарцисс, и из-за этого строится его позиция. Когнитивный, блядь, надзор. Когнитивный, сука, надзор, блядь. Ну, понадзирали когнитивно. ...видео, которое я снимал прежде, и ко всем, которые я сниму в будущем. Кстати, вот в ближайшие дни собираюсь снять реакцию. Мой туп на YouTube с... Мой путь на YouTube с 2013-го до 2023-го. На свое давнишнее интервью телек... 7 типичных ошибок моих подписчиков. ...лайф-ньюс. Может, помните, был такой канал, и даже когда-то было, скажем так, незазорным туда пойти и о чем-то рассказать. И вот там я презентовал однажды свой проект, тоже на YouTube. Это он? В YouTube, но в стародавние времена. Светлань пишет. Такшадов, ты не понял. Это когнитивный надзор над ГОЭМи, чтобы они донатили исправно. Ну, видимо, да. Не, ну, серьезно. Ну, блин, ладно бы он реально был величайшим... ...величайшим знатоком, соответственно, когнитивных искажений, и сам бы, ну, практически не допускал их, или, по крайней мере, прорабатывал свои эфиры таким образом, да, свои эфиры. Он уже буквально текст себе пишет. Он реально сам текст и пишет, да, перед тем, как обозревать какие-то видео. То есть взять и просмотреть, а есть ли у меня когнитивные ошибки здесь. Ну, или на крайнем случае, ну, покажи-то заинтересованному человеку. Ну, или слушай, ну мне, блядь, покажи. Пришли мне свое видео, заплати мне 1000 рублей. И, короче, я его буду обозревать. Я поищу проблемы, я поищу проблемы, их будет меньше хотя бы, на несколько порядков. Хотя бы не будет такого, что автор подсовывает нам вместо контента нормального, да, по когнитивным ошибкам, то, что он в итоге подсовывает, соответственно. И, конечно, очень многое с тех пор изменилось. Есть на что отреагировать, скажем так. Так что подписывайтесь, если вам подобно интересно. Ну, это, конечно, огромная поддержка моему каналу, потому что в первую очередь данный проект существует за ваш счет, дорогие друзья, благодаря вашим донатам. Так что переходите по ссылкам в описании и поддерживайте выход новых роликов. Ну, а мы переходим к следующему высказыванию Николая Соболева. Я был участником и протестов, и обозначал те проблемы, на которые стоит обращать внимание, безусловно. И я считаю, что это благо для нашей страны, для нашего народа. Потому что если ты не обращаешь внимания на некоторые существующие проблемы, когда бы они не происходили, то ты не предоставляешь тот самый тезис, да, после которого следует синтез. В этом отрывке Николай, кстати, тоже уже далеко не в первый раз, в интервью у Собчак он делает, по-моему, то же самое, ссылается на диалектику Гегеля. Да, рассказывает нам о тезисе, антитезисе и синтезе. И действительно, диалектику Гегеля иногда, вот в самом привитивном виде, представляют в виде такой схемы, да, это такой краеугольный камень гегелевской диалектики. Но, как вы, конечно же, понимаете, учение Гегеля этой примитивной схемой вовсе не исчерпывается. И то, как Николай Соболев при любом подобном случае вворачивает свой... Вворачивает, блядь, и вворачивает. Что доебались до Соболева? Ну, чувак философию изучать начал. Он даже ко мне на канал подписался. Может, не на канал, но, по крайней мере, подписался на мою группу ВК. Если хотите посмотреть, он подписался на мою группу ВК, Николай Соболев. Что доебались, блядь, до пацана? Ну, тезис, ну, антитезис, ну, блядь, синтез, ну и что? Ну, поюзал эту тему, ну, блядь. Ну, человек начинает заниматься философией. Человеку хочется в речь философию употреблять, в речи, понимаете? Есть такая хуйня. Он, я не думаю, что он это использует в контексте какого-то там, не знаю, эффекта Даннинга, блядь, Крюгера. Я не думаю, что он думает, что он там, блядь, пиздец разбирается в том, что сейчас он говорит, да? Прямо, что он мастер диалектики. Что он сам профессор, ебать его попов, соответственно. Ну, я не думаю, что он так себя осознает. По крайней мере, он не проявляет себя как таковой. Ну, есть, да, человек пытается употреблять новые слова в процессе ознакомления с ними. Красава. Красава, что могу сказать? Ну, вот у него появились новые мыслительные модели. Он пытается их как-то интерпретировать, как-то с ними работать. В чем проблема? Знание о тезисе, антитезисе и синтезе вызывает, скорее, снисходительную улыбку. Это типичное проявление так называемого эффекта Даннинга-Крюгера. Это довольно распространенный эффект, и он свойственен далеко не только нарциссам, разумеется. Люди, погружаясь в какую-то сферу, зачастую, только входя в нее, приобретая некоторые поверхностные о ней знания, начинают этими поверхностными знаниями бравировать, либо просто внутренне ощущать себя действительно сведущим человеком. Человеком, разобравшимся в вопросе, довольно глубоко. Но если ч... Блядь, сука. Опять эти Даннинги-Крюгеры, ввязанные непонятно куда. По-моему, Соболев здесь даже не пытается показаться каким-то специалистом большим. Понимаете, в чем дело? Короче, чел взял, чел придумал какую-то хуйню, чел придумал какую-то хуйню Николая Соболевя, вернул опять эту стандартную тему о эффекте Даннинга-Крюгере, Крюгере вот эту хуйню, да, и все. База, база тупости, на мой взгляд. Человек, не ограничивая себя таким воинственным дилетантизмом, а идет дальше в изучении этой сферы, он со временем понимает, что, конечно, предмет гораздо более многогранный, и его первичное представление было лишь поверхностно. От Соболев здесь, блядь, при чем? И поначалу это открывшееся многообразие человека... Причем, Соболев здесь что, он на себя делает вид, что он пиздец какой диалектический материалист, который шарит за всю диалектику, там, Гегеля, Ленина, Маркса и всех вместе взятых? Если да, продемонстрируй это. Это даже пугает, и пугает сверхмеры, а со временем человек вырабатывает здравое, объективное и взвешенное отношение к себе в той или иной сфере, к своему уровню знаний и компетентности. Но именно нарциссам очень свойственно более ярко проявляться на этом первом этапе, а иногда и застревать на нем дольше, чем другим людям. Почему так происходит? Потому что нарциссу, опять же, очень хочется выделиться, очень хочется привлечь к себе внимание, показать свою особенность, в данном случае свою выдающуюся эрудированность. И как только появляется малейшая возможность это сделать, вбросить какое-нибудь умное словечко, как-то показать осведомленность в каком-то необычном вопросе, нарцисс, конечно же, спешит воспользоваться такой потрясающей возможностью. Охуеть. Проявляется это в совершении... Мне кажется, что автор данного канала больше нарцисс, чем Соболев. Это раз. И во-вторых, эффект Данинга-Крюгера как раз больше к нему конкретно подходит. Ну, потому что он думает, что он пиздец, какой когнитивный надзорщик. При этом, блядь, каждый, сука, каждый, блядь, тейк его является принципиальной ошибкой. Просто принципиальной ошибкой. Ну, то есть, он с нихуя применяет к Соболеву критерии, в общем-то, эффект Данинга-Крюгера. Просто с нихуя, просто с нихуя. Просто ему вот показалось, что Соболев использовал там слова антитезис и синтез. Антитезис, сука, и синтез. Все. Эффект Данинга-Крюгера, сука, там компетентность. Чем ниже компетентность человека, тем больше он о себе думает, блядь. Чего нахуй? Чего, блядь? Ну, как это сейчас, вот как это можно вернуть вот конкретно вот в данное, в данное видео? Как это можно сюда вернуть? Ну, ты бы хоть продемонстрировал, что ли? В совершенно разных областях наверняка вы сталкивались с людьми, которые, допустим, аргументируют... Не, ну, просто серьезно, Соболев, он не выглядит как человек, который пытается показаться специалистом в области диалектики. А когнитивный позор как раз выглядит как человек, который хочет показаться специалистом в области когнитивистики. При этом он является каким-то рандомным антропологом, я хуй знает. Ну, просто обычный тупой сиентист, который дрочит на Панчина, по сути-то, да? Ну, судя по всему, я, конечно, могу быть абсолютно неправ, но, возможно, да, Панчин-то у него был, и Панчина, он так знатно булки-то вот пролизал, как я помню, на стриме совместном. И что в итоге? В итоге ошибки сплошные. Свои особенные взгляды, как будто бы апеллируя к квантовой физике. Эффект наблюдателя, слышали ли вы о нем? Ах, не слышали, сейчас я вам расскажу. И человеку по-настоящему далекому от этой темы со стороны может и вправду показаться, что в этом есть что-то стоящее. Много умных слов, какие-то ссылки на исследования. Ничего себе, свет может вести себя и как волна, и как частица. Ничего себе, и действительно какие-то есть там ссылки на Википедию, еще на что-то. Это кажется чем-то содержательным. Но в действительности ссылка на какой-то один эксперимент, к тому же его обывательское понимание, не говорит совершенно ни о чем, ничего не доказывает, а только обнажает отсутствие фундаментальных знаний в выбранном предмете. Вот и Николай Соболев, постоянно отсылаясь к очень упрощенному пониманию одной концепции одного известного философа, ну просто обнаживает... Одного ли? Обнажает свое... Какого конкретно философа в данном случае? Ну просто интересно, что это за один философ, одного известного философа. Какого конкретно известного философа когнитивный надзор здесь имеет в виду? Ну просто у Гегеля, например, у него не было вот этих понятий тезис-антитезис-синтез. У Маркса с Энгельсом, кстати, понятийно их тоже не было. Как я вообще понимаю, эти понятия тезис-антитезис-синтез вообще были введены несколько позже. Для того, чтобы объяснить, как работает диалектика Гегеля, Маркса, Энгельса и вот этих всех ребят. То есть это, на мой взгляд, неплохая объяснительная модель, чтобы на первом уровне вступительном показать зрителю, слушателю, что подразумевается. И слова довольно интуитивные и понятные. Ну и вообще как бы тезис-антитезис-синтезис. То есть плюс-минус, ну и как бы плюс-дефис-минус получается. Как-то так проще осмыслить. А то там отрицание, отрицание, отрицание. Ну это такое, уже посложнее. Довольно поверхностное понимание философии. И, кроме того, конечно же, подчеркивает свою нарциссию. А у когнитивного надзора какое понимание философии? Как он оценил понимание философии у Николая Соболева? Если я, честно говоря, сам не вижу у когнитивного надзора хоть каких-то философских компетенций пока что. Философическую составляющую тем, насколько ему важно поскорее продемонстрировать свои знания, даже если они чрезвычайно поверхностны. У большинства людей, которые хотят слышать, там, не знаю, мои возгласы, долой все это, нет домашнему насилию, нет войне, хотят видеть, чтобы я, наверное, мошонкой прибил себя к Красной площади в знак протеста, вот это бы им, наверное, понравилось. А они, ну, стали по какой-то причине, понятно меня, безусловно, разочаровываться. В данном случае Николай Соболев использует так называемое «доведение до абсурда». Это часто используемый полемический прием, особенно когда речь идет о споре двух людей, о каком-то конфликте, дискуссии. Один может намеренно довести до абсурда точку зрения другого для того, чтобы его точка зрения на фоне этого абсурдного бреда казалась более выигрышной. Да, но если вы в дискуссии присутствуете, вы можете всегда сказать «уважаемый, мы так не считаем вообще-то». Вообще большая проблема огромного количества разных полемических приемов, особенно когда вы с кем-то буквально полемизируете, то есть кто-то рядом с вами находится, заключается прежде всего в том, что ваш оппонент всегда может вам ответить, сказать «я так не считаю». То есть и тогда получится, что вы себя дураком выставите. Ну, например. Сейчас это не может быть полемическим приемом, потому что политики нет. Но и более основанной и более здравой. Это и делает Николай Соболев, только оппонирует он некому обобщенному образу хейтера, а не конкретному человеку. Ну а здесь-то при чем нарциссизм, спросите вы? Ведь этот прием используют очень разные люди, далеко не только нарциссы. И даже на этом канале мы уже упоминали, кстати, вспомните в каком видео, этот прием. При чем тут нарциссизм Соболева? А нарциссизм здесь при том, что, как мне кажется, это моя оценка в данном случае. Опять про нарциссизм, опять мне кажется. «Намеренный риторический прием, а искренняя точка зрения. Николай, как мы только что обсудили, подгоняемый своим нарциссизмом, создал вот эту третью, срединную точку зрения, которая, как он ее презентует, является более взвешенной, более здравомысленной. И поэтому остальные точки зрения, причем неважно с какой стороны, для Николая становятся автоматически радикальными в самом плохом смысле. То есть безумными, неадекватными. И я думаю, что Николай искренне убежден, что те, кто пишет ему в комментариях, они согласились. А, ну тогда он, кстати, и чучело не делает формально-то, потому что оно неосознанное. Его позиции и правда были бы рады, если бы он прибил свою мошонку к Красной площади. Ну или сделал что-то сопоставимое по безумию и отчаянности поступка. При этом прежде Николай Соболев как-то умудрялся же занимать довольно выраженную точку зрения. Да, не лишенную своих нюансов, полутонов. Но тем не менее, Николай отстаивал какие-то достаточно конкретные взгляды. И ничего, как-то вот без прибивания себя к каким-либо площадям он обошелся. Ну я прибил на самом деле себя. Что делать? Теперь почему-то другим людям... Как говорится, почему бы не прибить? Николай отказывает в том, чтобы... Жалко арестуют. Единственная проблема, да, в тюрьму можно попасть. Это единственное, что меня останавливает. Понимать ярко выраженную позицию, которая абсолютно противоречит позиции Соболева, но как-то вот без прибивания себя к площадям за какие-то интимные части тела. Откуда такие перемены? Вопрос. Вот лично я думаю... Ну, кстати, я замечу, что Соболев неожиданно, на мой взгляд, выражает одну из самых неплохих позиций вообще, в принципе, которые только можно себе придумать. Да, вот по данному вопросу, по политическому вопросу. То есть, с одной стороны, у нас... Да, сейчас будет плохой риторический прием, я его верну все-таки, да. С одной стороны, у нас будет позиция кукожных, соевых... Да, видите, оскорбления пошли. Я воздействую на свою аудиторию риторическими приемами. Кукожных, соевых либералов. Кукожные, соевые либералы, которые, соответственно, нихуя не хотят ни в чем разбираться. У которых, ну да, у них свои, соответственно, позиции по разным вопросам. Собственно, да, у них свои пресупозиции, исходные данные у них свои. У них свои ожидания от того, как мир должен быть устроен, по их мнению. С другой стороны, есть другая сторона, да, у которой свои представления о том, как мир должен быть устроен. Мы, в принципе, находясь на пересечении нескольких сторон с разными мнениями и позициями, можем, по крайней мере, пытаться оценивать все эти позиции в равной степени. То есть, например, из либерального лагеря трудно оценивать позицию лагеря, собственно, противоположного. А из лагеря противоположного очень неприятно соевых куколдов, прошу прощения, видите, как я либералов пизжу, шучу, конечно. Соответственно, соевых либералов, ну, тоже можно понять, сложнее понять из позиции, собственно, противоположной этим соевым либералам. А занять позицию между всеми, как бы, и не туда, и не сюда, и не обратно, это очень оптимальный выход. Почти всегда, кстати, довольно оптимальный выход. Это позиция человека, который ищет, это позиция человека, у которого есть шанс в чем-то разобраться еще, да. Это человек, ну, это позиция человека, который может спросить и у этих, и у тех, и у правых, и у левых, и у верхних, и у нижних. В общем-то, может попросить у них предъявить аргументы и оценить эти аргументы уже со своей какой-то позиции. Если вы в чем-то не разбираетесь, если вы в чем-то не разбираетесь, да, это очень хорошая позиция для вас. Для того, чтобы у вас был шанс дальше разобраться. Это чтобы не нырнуть сразу в либеральную шизу, да, там, или не в либеральную шизу, в какую-то другую шизу, а оставить себе право воздержаться, так скажем, вот так вот, отстраниться и дать себе возможность разобраться в предмете. Вот. Только вот тебя с такой позиции посередине будут пиздить оба лагеря, скорее всего, ну, смотря где будут пиздить, смотря какой вопрос. Просто по большинству вопросов воздержание это отличный метод исследования, изучения, ну, и так далее, так далее, так далее. Я думаю, что из-за нарциссизма. Но, может быть, у вас другое мнение? Расскажите о нем в комментариях, пообсуждаем. У нас люди размышляют следующим образом. Вот они уезжают, потому что им что-то в стране не нравится. И готовы вернуться, если здесь что-то, что им нравится, изменится, что им лично, вот, индивидуально подойдет или нет. Вот, там, люди космополитичных взглядов, которые тоже сейчас крайне популярны, рассуждают о том, что... Да неважно, в какой стране ты родился, потому что мог бы родиться просто в любой стране. И главное... Не, ну, просто реально фактически забавно, что у Соболева нормальная позиция, она не агрессивная, она никакая, соответственно. Ну, то есть, ну, не радикальная позиция. И у Соболева кукол до либеражки, простите, у него бомбануло просто из-за того, что человек выражает какую-то нерадикальную позицию по данному вопросу. То есть, оставляет себе право разобраться. Почему бы и нет? Почему бы человеку не иметь право сохранить себе возможность, ну, воздержаться от принятия той или иной стороны? Это же прекрасно. Воздерживаться охуенно, воздерживаться круто. Ну, я имею в виду вот в таких вопросах. В любых подобных вопросах воздерживаться, это замечательно. Вот вы не уверены, что, как оно там устроено? Ну, воздержитесь, воздержитесь. Это умно, это хорошо. Это поможет в итоге, да, разобраться лучше, подумать лучше. Все-все сделать. Поможет сделать лучше все. Главное в жизни, безусловно, это только то, что вот... Только то, что там происходит с твоими чувствами, с эмоциями. То есть, только твоя жизнь. Я придерживаюсь сейчас другой позиции. Для меня важно, безусловно, видеть какой-то общественный вклад, который я привношу. Видеть, что я могу что-то улучшить и что-то улучшаю. Ну, а в этом отрывке Николай обнажает не только свой нарциссизм, но и уязвленность своего эго. Обратите внимание... Господи, это что, это уже психологический надзор начался. Это реально психологический надзор, ребят. Это психологический надзор. Мы не обсуждаем логические и когнитивные ошибки и искажения Николая Соболева. Мы теперь просто перешли к разбору его психики. Это, блядь, разборы Чибисова. Это разборы Чибисова буквально. Это просто разборы Чибисова пошли. Ну, пиздец, что могу сказать. Пиздец. Просто, в отличие от Чибисова, этот чел к психологии вообще никакого отношения не имеет. Когнитивный надзор. Поэтому, ну, как-то вот так вот. Я могу с тем же самым, на самом деле, пафосом сказать, что персонаж с когнитивного надзора, а боссанный тупой нарцисс, который тешит свое самомнение тем, что он разбирает когнитивные ошибки других людей, обсасывает их и наслаждается, и тешит свое эго уязвленное тем самым. Но, блядь, мы же понимаем, что, скорее всего, я не знаю, я, может быть, не совсем прав, какая абсолютно позитивная, Энегматон. Позиция Чибисова по СВО заключается в том, что, ну, как бы, наши даже не доебывают, как надо, на самом деле. То есть, он за наших, но он за наших, чтобы наши еще больше хуярили, как бы. Чибисов настолько люто базированный, что по сравнению с Чибисовым, ну... Да на самом деле, Пригожин даже не такой базированный, как Чибисов, чтобы вы понимали, да? Стрелков, блядь, не такой базированный, как Чибисов, чтобы вы понимали, еще раз, да? Кто там не такой... Никто не такой базированный, как Чибисов. Ну да ладно. что николай искусственно противопоставляет себя уехавшим людям его ведь спросили о том почему он остается и а ничего не противопоставить себя людям обычный ответ на этот вопрос должен был бы прозвучать так я остаюсь россии потому что у николая соболева прорывается именно противопоставление сеть ну и чё да другим не просто вот я решил так мне они просто висят на веревочках там а посмотрите я не такой как они я лучше чем они он конечно не говорит это прямым текстом но это да 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 он не говорит это прямым текстом но ты решил это из нихуя выдумать ну просто почему а просто потому что но охуенно ну это просто очень круто чел это прям мега когнитивный мега когнитивный надзор просто супер, короче. Просто мега супер, честно говоря. Я, блядь, в ахуе. То, что сквозит в этих словах. Если именно этот отрывок вам еще не показался достаточно убедительным, посмотрите в контексте. Николай упоминает об этом не единожды. Мобилизироваться готов, Коль? Я не из тех людей, кто будет, сверкая пятками, убегать. То есть, опять его спрашивают, лично ты, Николай, сделаешь так или так? И он говорит, я не буду убегать, сверкая пятками. Но это достаточно уничижительная формулировка. То есть, он сразу подчеркивает не просто, что он поступит так, а что вот есть некоторые другие, которые поступают по-другому. И это довольно жалко, ну вот это вот сверкать пятками. А я, я сделаю не так, я сделаю по-другому. Я буду лучше, я молодец. И подобных моментов и в этом интервью, и в других интервью Николая очень и очень много. Это очень ярко подчеркивает нарциссическую уязвленность Николая, потому что ему недостаточно как... Все, психнадзор. Психнадзор, ребят. К любому нарциссу быть просто молодцом. Быть просто каким-то. Ему нужно быть... Все, скатились, скатились, серьезно скатились. Раньше хотя бы претендовали на когнитивные ошибки. Теперь претендуем на то, кто там шизг, кто не шизг, кто нарцисс, кто там истероиды. Вот. Все, конец. Ну, это прям жесть. Это реально какая-то жесть. Раньше кто-то претендовал хотя бы на интеллектуальный контент, сейчас это просто типа шизопсихология девчачья пошло. Лучше остальных. Ему нужно превосходить тех, кто его окружает. И чем больше тех, кого он превосходит, тем лучше. Я вообще рекомендую вам обращать внимание именно вот на такие проявления. Не на то, что человек говорит обдуманно, сформулированно, с таким рациональным подходом, а то, что проскакивает между слов на первую реакцию, на то, что вот... Может быть, поместить когнитивного надзора в один из своих романов? Ну, его там убьют, наверное, сразу в ужастик. В ужастик его можно поместить, я думаю. Его там расчленят. Но персонаж-то... Персонаж-то колоритный. Персонаж-то колоритный. Калорийный и колоритный одновременно, я даже думаю. Сутка. Осуждаю такие шутки свои. Но все-таки. Ну, как персонажик, как персонажик, почему бы ему не промелькнуть там? Первым делом вываливается из человека, ему задают вопрос, и он тут же реагирует, а потом куда-то выводит в рациональное русло, там уже не очень интересно. А вот то, что первым делом выскакивает, вот это самые яркие маркеры того, кто за человек перед нами. И в данном случае это ярчайший нар... Нихуя себе, блядь. Нихуя себе, какие фразочки. Вот видели? Видели? Первые фразы, он по ним будет осуждать человека. Это маркеры того, что за человек перед нами. Браво, блядь. Гениально. Вот такой вот когнитивный надзор произошел сегодня. Ну, ты сначала сказал слово хуй, ну, значит, и хуй получается. Что я могу тебе сказать? Ну, вот. Первое слово, которое ты сказал, ну, съел корову, блядь. Я не знаю, ну, а чё, чё тут? Тут уже вот вообще какой-то кринж. Мы на самом дне когнитивности, ребят. Мы на самом дне когнитивистике находимся. Ам. Нарцисс. Ну, мало того, что нарцисс. А нарцисс, точка зрения которого очень во многом обусловлена именно нарциссической составляющей. Ну, а если вы хотите увидеть большой, основательный в нескольких частях разбор логических ошибок, манипуляций и когнитивных искажений Николая Соболева, то напишите об этом в комментариях или хотя бы поставьте лайк, так я пойму, нравится вам эта идея или не очень. Ну, и, конечно, не забывайте про Телеграм-канал, там я делаю публикации уже почти каждый день и хочу выйти на ежедневный ритм, так что поддержите эту затею подпиской на Телеграм-канал. Ну, и, конечно, про бусте с Патреоном не забывайте. Все ссылки в описании. До новых встреч и всем пока. На самом деле, прям сильно огненно получилось. Я, честно говоря, не ожидал, что настолько днищенский будет. Ну, прям, прям очень днищенский. Это худшее видео на его канале. Это серьезно худшее видео на его канале, потому, ну как, может быть, есть похуже, но в других он пробовал хотя бы что-то сделать. здесь он, ну прям, ну вот, ну вообще, ну как бы, ну вообще совсем, совсем всасывает. Не, ну серьезно, это прям совсем показательная была порка, простите, но я это обязательно за хайлайчу, это была мега показательная порка. Это чело? С одной стороны. Так у него каждый раз такое, типа, как бы говорит Бэй, он не сразу напридумывает ошибок из-за политической позиции Челика. Да, но до этого он не пытался казаться мега-психологом. он пытался выдать то, что он делает за когнитивные ошибки у врага-оппонента. Он хотя бы пытался сделать вид, что ты когнитивно ошибся, а я это разобрал. Как вы, понимаете, а тут он просто, блядь, взял, скатился в какую-то психологию, какую-то вот любительскую, обывательскую, кухонную психологию. Светлань, в этом вообще, поэтому данное видео хуже, чем все остальные. Ну, давайте еще так, Светлань. Тут еще дело заключается в том, что в других видосах он действительно отмечал те или иные какие-то, он рассказывал про те или иные ошибки, неформальные, логические ошибки, либо просто когнитивные какие-то ошибки, и так далее, и так далее, то есть он пытался, но да, он сам совершал те же самые ошибки, да, он много чего придумывал, есть такое, это правда, но он хотя бы пытался и рассказывал про когнитивные ошибки, а тут он нам просто рассказал, какой челик нарцисс. И поэтому мы должны типа такие, ууу, Соболев, ты не прав, блядь, или что-то такое. Соболев.